Блюда из рыбы. Сосими с форелью с горячим маслом и острым перцем. Ведущий Ян Хьюдсен. Это блюдо разновидной сосими, которое, как известно, готовится из сырой рыбы. В японских ресторанах они учатся готовить сосими годами. Повар, готовящий сосими или суси, должен владеть ножом, как никто другой на свете. Я не владею ножом в такой степени, так что буду готовить, скажем так, уцененную версию. У меня есть обыкновенная форель, несколько кусочков, которые я разрезал пополам. Убедитесь, что в рыбе не осталось ни одной кости, у меня тонкий острый нож. Им я, нарезая рыбы на кусочки, раскладываю их на блюде как можно аккуратнее. Просто как могу аккуратно. Как я уже говорил, нужно много тренироваться, чтобы делать сосими, как японцы. Но с форелью все изначально проще, так как эту рыбу намного проще нарезать ровно. Один острый перец и один зубец чеснока. Сейчас я их хорошенько измельчу. Я не буду добавлять в блюдо весь чеснок или перец. Остаток я приберегу на тот случай, если позже захочу накормить сосими всю съемочную бригаду. Кусочки должны быть очень тонкими, ведь рыба сырая, и огромные лантини нужны. Надо еще раз убедиться, что все порезано должным образом. Очень мелко. Кажется, все в порядке. Теперь возьмем немного зеленого лука. Я вытру руки, режем маленькими кусочками по диагонали. Неплохо выглядит. Теперь я зажгу огонь и буду готовить горячую приправу. Возьму пару столовых ложек арахисового масла. Две чайные ложки кунжутового масла. Не получается нормально отмерить. Итак, запомните. Две столовые ложки арахисового масла, две чайные ложки кунжутового масла. Но будьте осторожны, кунжутовое масло очень насыщенное. И во все это пол столовой ложки соевого соуса. Вот так. Хорошо. Теперь выдавим свежего сока лайма прямо на рыбу. Ничего страшного, если наши кусочки несколько толще нормального сосимия. Потому что сок лайма, а потом горячее масло и соевый соус обеспечат рыбе нужную обработку. Теперь положим немного лука. Перца чили с чесноком по вкусу. Все должно быть идеально аккуратно. Говорит человек, который все всегда везде роняет. Теперь разогреваем смесь так, чтобы пошел дым. Она должна быть очень горячей. Только осторожней, она сильно брызгает по сторонам раскаленным маслом. Это делается прямо перед тем, как подать рыбу на стол. Кипящей смесью поливаем рыбу. Это придаст блюду чудесный аромат. Соевого соуса, если хотите, можете добавлять больше. Вот такое простое блюдо, не совсем аутентичное, то есть не совсем то, что можно заказать в японском ресторане. Однако выглядит неплохо. Оно намного проще, так как, чтобы приготовить настоящее сосими, как я говорил, необходимы специальные навыки. Соус, которым поливается рыба, я называю хрустящим, потому что, когда его льешь на рыбу, слышали вы или нет, он издает звук, похожий на хруст. А острый перец и чеснок придают дополнительный аромат. Это чудесная закуска, чтобы начать обед и подзадорить аппетит тех, кто садится за стол.